всем привет друзья с вами снова александр и сегодня я вам расскажу о коляске которую давно хотел снять обзор на свой канал но никак не получалось и сейчас вот пожалуйста наконец-то на обзоре у нас bugaboo fox 2 алу модель полное название это вот версия 2 и это самый настоящий премиум мега популярная коляска у меня только у соседей в моей парадной у троих вот эта модель очень пользуется спросом очень много и спрашивают очень много приходят посмотреть изучить в общем действительно интересный продукт о котором очень хочется вам рассказать поэтому давайте начнем с технических характеристик вкратце и потом будем с вами ее изучать вообще bugaboo это нидерланды производитель дает на эту колясочку два года гарантии что касается веса вес у нас с люлечкой 13 килограмм с сиденьем 12 и 3 наклон спинки кстати здесь тоже очень хороший диапазон имеет от 100 градусов до 160 и до 5 лет приблизительно предназначена коляска и максимальный вес ребенка кстати она выдерживает 22 килограмма и так это ее хорошем запасе прочности сразу же размер люльки 78 на 32 и максимальный максимальная ширина колесной базы 60 сантиметров поэтому вы в любую парадную и парадную пардон любой лифт спокойно заедите потому что стандартный лифт он 63 сантиметра бывают конечно исключение лифт еще уже но это конечно уже там с этим ничего не поделаешь в общем смотрим напомню эта краска трансформер из люлька из люльки мы ее переделываем в прогулочный блок ну мы до этого тоже дойдем прогулочный блок изучим сейчас смотрим на люльку вот вы видите как она выглядит сразу скажу о дизайне мое личное мнение мне очень нравится вот такой подход когда все строго аккуратненько четенько прям вот ни к чему подридраться никакой наляпистости ничего такого нет цыганщины все очень четенько что касается материалов материалы очень классные тактильно приятный прям вот очень трогать ее вообще одно удовольствие сильная сторона это козырек козырек здесь очень крутой потому что во первых он очень здоровый очень широкий здесь у нас есть сеточка москитная чтобы открыть проветрить можно было но можно сделать еще и вот так открываем и увеличиваем его до просто невероятных размеров которые закроет полностью все кстати у этого бренда есть еще аксессуар козырек вы можете купить другой козырек поставить на эту коляску ссылку внизу я добавлю на first баги магазин там вы с этим ассортиментом сможете ознакомиться в общем козырек тут просто наикрутейший на зиму она закрыта очень хорошо также у нас есть вот такой бортик который не дает задуваться туда накидочка кстати она здесь тоже не просто такая вот никакая она здесь на замочке то бишь ничего не будет поддувать с этим проблем нет посмотрите какая она внутри просто в вагон место очень классный нас матрасик идет в комплекте и сразу хочу обратить внимание вам ваши на дно люльки знаете как вот открывайте багажник rolls-royce или яхта дорогая всегда дерево здесь вот пожалуйста жесткая деревянная красивая дно в общем качество изготовления сам подход здесь просто ну очень крутой ну поэтому она и мега популярны также у нас для транспортировки есть бампер в данном случае это ручка за которую нам можно будет ее как-то транспортировать она съемная если вам не нужно вы просто ее убираете но просто если вы снимаете за что хвататься поэтому можно оставить а если вы не спланируете снимать я бы ее брал чтобы она не мешала к доступу не мешал доступу к ребенку в общем вот такая вот люлечка по моему очень неплохо сейчас мы воспользуемся с вами и чудесами монтажа и переделаем ее в прогулочный блок а вот собственно и прогулочный блок вообще переделка люльки в прогулочный блок занимает средний минут 10-15 это если медленно аккуратненько так вот все делать если попытаться быстрее можно 5-7 минут уложиться в это они будете делать естественно каждый день когда из люльки ребенок вырастет переделываете ее в прогулку это как трансформер колясочка и потом уже у вас прогулка поэтому этот процесс и того что он там 10 15 занимает это ничего страшного вот собственно что мы имеем прогулочный блок козырек который стоял на люльке он перекочевал сюда потому что здесь сама рама люльки она же используя прогулочном блоке здесь просто меняется основание ткань и дно в люльке соответственно его убрали поставили прогулочный блок от собственно вся процедура из за того что козырек у нас остался предыдущий с люльки у нас осталось вот эта же фишечка смотрите я не знаю это просто закрывает ребенка полностью уже дальше ну некуда также у нас здесь это москитка осталось в общем козырьку прогулочному блоку у меня ноль претензий в принципе здесь смотрите как еще реализовано внутри ремешки всегда так скажем ножка вздымлены чтобы они там не надо было их из-под ребенка выковыривать все сразу раздвинуто во все стороны посадили ребенка и спокойно уже пристегиваем пятиточными ремнями пятиточные ремни естественно с накладочками специальными паха паховой зоне в поясничной плечевой все нормально тот же бампер которая была ручкой переноской в люльке остается здесь служит нам здесь бампером чтобы посадить ребенка он как калиточка у нас откидывается все замечательно подножка пластиковая поэтому можно легко чистить с этим вопросов нет по высоте регулируется вот просто физически берем и как бы двигаем туда куда нам надо не нужно ничего везде ковыряться еще чего то вот по пространству тут действительно много места и что очень мне нравится она очень мягкая здесь особенно спинка прям как матрасик хороший мягкая сидушка в общем по комфорту тут претензий нет что касается положение отдыха здесь гамак вот гамак это когда ребенок у нас спинка опускается вниз а ножки чуть-чуть полусогнутые остаются как бы существует два лагеря кто противник такой системы и кто любит именно такую систему я как бы нейтральную сторону как бы принял потому что считаю что и эта система хорошая и просто горизонтально хорошо вот так врачи говорят что кровообращение для ножек лучше отток идет ножки не затекают поэтому мне как бы и такая система тоже очень нравится блок естественно здесь реверсивный и чтобы снять нажимаем кнопочку это же относится и к люльке снимаются они одинаково переставляем и соответственно у ребеночек против хода вот мы его можем так вести поэтому вот как по мне блок здесь великолепно особенно козырек так это вообще просто шикарная вещь давайте теперь разберемся как рама складывается сейчас я сниму отсюда блок стороночка берем чтобы сложить раму на самой раме у нас здесь есть два таких вот рычажочка предварительно бы порекомендовал убирать ручку самое глубокое положение чтобы она не ударялась на землю вот собственно таким образом у нас складывается рама это по сути классический вариант практически большинство колясочка таким образом и складывается и у нас здесь еще кстати есть блокировочка дополнительная вот так вот и можно ее сделать вот такой в общем большинство коляса складывается таким образом и учитывая ее размер здесь по другому конструкцию не придумать поэтому как складывается мы с вами разобрались так давайте теперь посмотрим с вами на саму раму что из себя представляет шоссе этой коляски ручка у нас здесь естественно регулируется по высоте телескопическим образом здесь мы не нажимаем никаких кнопочек предварительно чтобы складывать на само ручке нам нужно вот здесь распорочки такие вот освободить и передвигаем каждый щерчок это вот положение остановились все отрегулировали все нормально поэтому здесь настолько широкий диапазон что от невысоких родителей до очень высоких диапазона должно хватить регулировки ручка с эко-кожей естественно мягко очень приятно есть у нас такой страховочный ремешочек все нормально так теперь давайте посмотрим с вами на шасси поближе что там у нас дальше здесь интересность что то что багажник здесь очень большой жестким основанием прожилки такие жесткие вставлены он здоровенный и у нас есть удобный доступ с двух сторон сбоку сеточка полностью закрыта чтобы ничего не вываливалась в общем с пространство с организацией багажника мне здесь очень все нравится есть дополнительно такие вот кармашки в которые можно что-то положить такое чтобы что прям скрыть от глаз в общем все окей сборка практически эталонная очень хорошо и качественно собрана колясочка колеса резиновые тормоз кстати у нас здесь посмотрите какой тормоз педалечка заблокировали разблокировали мы ничего не ковыряем обратной стороной обуви ничего не портим не рвем с обувью короче говоря будет все замечательно что касается амортизации спереди у нас есть амортизация сзади я ее не наблюдаю здесь получается гибкая рама может быть она как-то амортизирует но любом случае она нормально плавно едет я на улице чуть погонял соседскую колясочку вопросов у меня не возникло тихо приятно едет можно заблокировать передние колеса естественно колеса снимаются все с этим хорошо в общем собственно порами как по мне претензий у меня лично нет качество практически эталонная придраться я ни к чему не могу по коляске все что хотел рассказать я вам все рассказал всю информацию донес давайте в заключении мое короткое мнение в этой колясочке один такой нюанс это вот сборка из люльки в прогулку занимает некоторое время нужно разобрать и собрать скажем пересобрать ее это не отдельные два элемента во всем же остальном у меня вопросов нет единственное хотелось бы задние сзади получить помягче какую-то амортизацию хотя в целом не претензий нет на улице она едет нормально но все-таки за эти денежки хочешь получить более что-то такое вот мягенько с более плавным ходом ну производитель вот решил так не делать ну и это не дешевый продукт это премиальная колясочка стоит она достаточно дорого ссылку на first bag я добавлю вниз в описании если в обзоре вам понравилось вы там сможете заказать и убедиться в моих словах которые в обзоре сказал и сделать уже свой выбор я не сомневаюсь вы сделаете его правильный но я рекомендую если вы среди премиум колясок для себя что-то ищите обязательно рассмотрите эту модельку она действительно достойно внимания по качеству она вас не разочарует вообще это точно поэтому почему бы его мы не рекомендовать но выбор естественно за вами я лишь хочу пожелать вам сделать этот выбор правильный а случае с выбором бугабу я думаю вы не ошибетесь но собственно всего вам доброго теперь до свидания